На трех площадках Сочи пишет большой этнографический диктант. Здесь, в седьмой школе, в поселке Лазаревская, в 80-й школе и в Адлере, в лицее 49. Тестирование позволяет понять, насколько школьники, да и взрослые знают обычаи и традиции тех, кто живет с ними рядом на одной территории. А как известно, в Сочи свыше 100 национальностей. Вот так сегодня встречал участников акции народный коллектив кавказских танцев Ломеси. И перед аудиториями, а их было задействовано три, школьники также в национальных костюмах. Но здесь настроен уже на серьезную работу. Задания были получены вовремя. То есть задания состоят из 30 вопросов, 20 вопросов федерального уровня и 10 вопросов по Краснодарскому краю. Желающих проверить уровень этнографической грамотности набралось 55 человек. И это не только школьники, но и их учителя. Классная руководительница предложила поучаствовать. Ну и я согласился, почему бы и нет, не попробовать себя в чем-то новом. Я пока что не знаю, что там будет просто. И мне самое просто интересно. Вот интересно узнать, какие там вопросы будут. Как я на них отвечу, правильно ли я отвечу или нет. Ну, во-первых, узнать, какие вопросы задаются по этому поводу. Я думаю, узнать что-то новое о наших национальностях, которые входят в состав России. Ну и проверить свои знания в этой области. Акция проводится третий год подряд. Присоединиться к ней может любой желающий. Длится тестирование, как обычный урок, 45 минут. Проверка знаний о народах, населяющих нашу страну, направлена на то, чтобы опять же привлечь внимание людей в многонациональности России. Результаты будут известны 5 декабря на сайте школы, где проводился этнографический диктант и на официальном сайте мирэтно.ру.